Идея совмещения отдыха, оздоровления и лечения становится все более популярна в нашей стране. На прошлой неделе специалисты различных регионов страны и мира обсуждали вопросы, как создать медицинский турпродукт и продвигать его на внешнем и внутреннем рынке. Что такое медицинский туризм? Есть ли в Алтайском крае условия для его организации? Что делать, чтобы к нам ехали туристы лечиться и оздоравливаться? С 23 по 26 сентября Алтайский край стал площадкой для обсуждения этих и многих других вопросов на Втором Сибирском международном форуме по медицинскому и оздоровительному туризму. В Конгрессе приняли участие представители страховых компаний, турбизнеса, медики, эксперты в области медицинского туризма из Москвы, Новосибирска, Барнаула, Венгрии, Латвии, Великобритании, журналисты региональных и федеральных СМИ. На пленарном заседании обсуждались главные тенденции развития медицинского и оздоровительного туризма в России и за рубежом, а также были намечены основные перспективы создания медицинского турпродукта в Алтайском крае. Тем более, что в крае есть база для создания качественного медицинского туризма. В регионе создана инновационная модель оказания медицинской помощи – медицинский кластер, в который входят основные современные краевые лечебные учреждения. Также край обладает большим лечебно-оздоровительным потенциалом. Это 8 санаториев Барнаула, 15 Белокурихи, Ярового, объекты медицинского туризма в Бийском, Завьяловска в Первомайских районах. Всего 44 санаторно-курортных учреждения. Алтайский край входит в первую пятерку в стране по количеству санаторно-курортных учреждений. Сегодняшний день медицины Алтайского края – это ничем не уступающий, а по ряду позиций, превышающий уровень здравоохранения субъектов Сибирского федерального округа, а по ряду направлений, и она работает на российском уровне. Поэтому я считаю, что вопрос очень своевременный. Сейчас надо выбрать те направления, которые являются уникальными для Алтайского края. Второй чемпионат Сибирского федерального округа по массажу, который прошел в рамках форума 24 сентября, собрал мастеров своего дела из Новосибирска, Барнаула, Бийска, Белокурихи, Ярового. По утверждению членов жюри, здесь собрались специалисты действительно высокого уровня. На конкурсе оценивалось два направления – это классический массаж и произвольная программа. Второй год подряд победителем в обязательной программе стала Оксана Викулова из Бийска. Лучшим специалистом в СПА направления была признана Наталья Полякова из Барнаула. Они все профессионалы. Вот двоечников здесь нет, это я вам заявляю авторитетно. Мы разбираем наших профессионалов с точки зрения хорошистов и отличников. И мы указываем на слабые стороны, что необходимо срочно изменить, и на сильные стороны, что необходимо развивать. Вот наша задача. При Балтийской спал-ассоциации у нас тоже есть школа массажа, и мы преподаем именно русскую школу, не европейскую, а русскую школу, потому что русская школа, она сильнее и эффективнее, чем европейская. Ну и сложнее, конечно, что требует большего искусства. Поэтому я очень высоко оцениваю и ваших специалистов, и я бы сказала, что ваша школа здесь, она однозначно сильнее, чем в Европе. 25 сентября работа форума была продолжена в Белокурихе, курортной жемчужине Алтайского края. Место было выбрано не случайно. Белокуриха имеет удивительный по целебным свойствам климат. Уникальные азотно-кремниевые слабородоновые термальные источники, разветвленную сеть санаторно-курортных баз, развитую инфраструктуру и высокий уровень сервиса, что пока в нашем крае редкость. С лечебными и оздоровительными возможностями санатория в Белокурихе участники форума смогли ознакомиться на собственном опыте. Однако для развития краю недостаточно использовать уже налаженные направления Белокурихе. О необходимости развивать степную зону региона не раз говорили на мероприятии. Да, так звезды сошлись над Белокурихой, что сейчас идет освоение этой зоны. Но вы же знаете, что у нас еще есть степная зона, это Завьяловские озера, это грязи. Кстати, в Белокурихе лечат степными грязями. Поэтому у нас есть еще чем и над чем работать. Вот потенциал туристический в Алтайском крае, в том числе и потенциал оздоровительного туризма, он безграничен. Я только, может быть, сделаю акцент на одном – это о наших горько-соленых озерах. На сегодняшний день сильно недооцененный вот этот регион у нас, и он, конечно, обижен с точки зрения инфраструктурной, он не развит в этом плане. Но если там направить туда определенные инвестиции, если там сделать определенные продвижения этого региона, то, я думаю, мы получим прирост колоссальный, можем получить в том направлении. Программа форума была чрезвычайно насыщена. Проведено 7 мастер-классов, 2 секции, 3 круглых стола, чемпионат по массажу. Участники мероприятия смогли ознакомиться с зарубежным опытом создания и продвижения медицинского турпродукта, проанализировать текущее состояние туриндустрии. На круглых столах обсуждались вопросы профилактики сердечно-сосудистых и других социально значимых заболеваний в условиях санатория. Была презентована серия активных туристических маршрутов «Первооткрыватели» и курорта «Белокуриха-2». День банных традиций, который прошел 26 сентября, вызвал живой интерес у всех любителей традиционных методов оздоровления. Форум получился ярким, емким и деловым. Он стал площадкой для обмена опытом и наметил перспективы развития медицинского и оздоровительного туризма в Алтайском крае. На форуме были подняты очень интересные вопросы, рассмотрен международный опыт. И мы смогли, наверное, найти уже некоторые решения, как такой продукт выводить на рынок. То есть были представлены, скажем так, практики, которые позволяют организовать взаимодействие медицинских центров, туроператоров, компаний поддержки, которые организуют трансферы, перемещение туристов. И все вот эти, самое главное, вся вот эта совокупность многих-многих представителей разных видов бизнеса, среди всех них видно желание развиваться и видно поддержка со стороны государственных органов и помощь для них. Продолжение следует...